Здравствуйте! Сегодня попытаемся приготовить два блюда из курицы. У нас получается целая курица и грудка. А блюда у нас будут такие, как курица запеченная с рисом в духовке и домашняя колбаса из курицы. Для первого блюда нам потребуется лук. Мы уже подготовили, нашинковали. Потребуется рис. Он у нас простоял 2 часа в замоченном виде. Возьмем перец болгарский, тоже порезанный уже квадратиками. И морковь, она у меня была замороженная, за неимением другой. Ну, всякие приправы возьмем по вкусу. Соль, перец, хмели-сунели, смесь перцев. Посмотрим, куда будем добавлять. И растительное масло нам нужно для бассировки. Естественно, сковородка. И блюдо для запекания. Для второго блюда нам потребуется, ну, сама курица, естественно, чеснок. Чеснока можно брать больше по вкусу. Я взяла столько, сколько у меня было. Майонез. Возьмем грецкий орех. Возьмем разные приправы. Я, наверное, добавлю приправу барбекю и гриль. Карри добавлю чуть-чуть. Понадобится также желатин для связки. И возьмем пищевую пленку и фольгу. Для начала займемся курицей. Итак, разделали курицу. Это кусочки у нас получились на наше блюдо для духовки. Остальную там грудку, некоторые части оставила там кожицу, жирочек. Это пойдет у нас на колбасу. Вот порезал меленько так. И косточки еще остались на супчик. То есть даже получается из этого количества может получиться три блюда. Для начала подготовим колбасный фарш. К нашему мясу для колбаски мы добавили соль, перец. Сейчас это перемешаем и будем добавлять следующий. Добавили чеснок и грецкий орех. Добавили майонез. Добавим специи барбекю и гриль. А также добавим карри. И все перемешиваем. И в этот наш фарш добавляем пакетик желатина. Здесь у меня 100 грамм. Пока фарш наш настаивается, перейдем к другому блюду. В разогретую сковородку наливаем масло. Отправили лук. Пассируем до золотистого состояния. Клубчик наш подзолотился. Мы отправляем сюда морковку и перчик. Промытый рис выкладываем и распределяем по форме. Рис наш слегка подсаливаем. Спассировали наши овощи. Добавляем их к рису. Добавить ли овощи к рису. Сейчас посыпем специями. Я выбрала хмели-сунели. Давно я не добавляла эту приправку. Еще добавим соль. Ну а сверху выкладываем курицу. Выложили курицу. Ее мы слегка тоже подсаливаем. Чуть-чуть. Перчим. Я взяла еще такую приправу, как смесь перцев. И заливаем наше блюдо чуть-чуть остывшим кипятком. Льем не на курицу, чтобы не смыть специи, а такие пустоты. Налили водичку. Она покрыла рис. Много не надо, потому что курица даст тоже свой сок. Пропитает наш рис. Посмотрим. Может быть в процессе добавим еще воды. И ставим в духовку. Ну а теперь перейдем к приготовлению наших колбасок. Фарш наш настоялся. Еще раз его перемешиваем. Теперь берем пищевую пленку. Есть такой лайфхак. Чтобы она хорошо отрывалась и раскручивалась, пленку кладем в холодильник, в морозилку на 5 минут. И выкладываем. Выложили фарш. Теперь надо его закрутить. Закручиваем таким образом. Получились у меня 4 колбаски. Сейчас мы их еще свернем в фольгу. И будем запекать. Вот такие конфетки у нас получились. И отправляем наше блюдо к нашему второму. На нижний уровень. Заодно проверим, что тут у нас происходит. К рису я добавила еще кипятка. В целом он готовился минут 50. А колбаски запекались час. За 30 минут убавили температуру до 150 градусов. Разворачиваем наш ключик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok